Варианты конкретных тактик, а в генеральной кооперации, инструменты поддержки сотрудничества экспортеров в союзном государстве, обсудили сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Центр входит в группу компании WebRF и предоставляет российским несырьевым экспортерам широкий спектр мер поддержки. Александр Лукашенко высоко оценил роль экспортной структуры, которая реализует одно из важнейших направлений для любого государства в мире. В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. И ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и обладая резервами какими-то определенными административным ресурсами и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией. Учитывая стратегическую значимость торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, для нас, для группы Российского экспортного центра, Беларусь это ключевая страна, в которой мы реализуем весь наш арсенал финансовых и нефинансовых мер в интересах российских и белорусских компаний, но в конечном итоге в интересах наших экономик. О журналистам. По итогам встречи Вероника Никишина рассказала, что одной из тем разговора с президентом стал обмен опытом вплоть до скоординированных совместных действий по поддержке совместного экспорта за рубежом. Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко поручил создать комиссию, которая займется вопросами поставок за рубеж белорусских товаров. Тревожные новости по-прежнему приходят с Ближнего Востока. Конфликт Израиля и Палестины идет по направлению эскалации. Стороны обмениваются новыми ударами. Под огнем не только военные объекты, но и гражданский сектор. Растет количество жертв. В Израиле более 800 погибших. Среди палестинцев около 500 жертв. Раненых несколько тысяч с обеих сторон. Министр обороны Израиля объявил о полной блокаде сектора газа. Речь о прекращении поставок электричества, продовольствия, воды и топлива. По стратегическим объектам Анклава продолжаются массированные удары. Только за ночь поражены более 500 объектов Хамаса и группировки «Исламский джихад». Израиль заявил о восстановлении и контроле над всеми населенными пунктами на юге страны, куда раньше проникли палестинские отряды. За 48 часов в армию мобилизовали 300 тысяч резервистов. Из сектора газа ответный огонь. В Тель-Авиве и еще в нескольких городах звучат сирены воздушной тревоги. Сообщается и про атаку на аэропорт Бен-Гурион, где скопились тысячи людей в надежде покинуть страну. Сразу после удара началась паника. Хамас заявил, что бойцы взяли в плен около 130 израильтям, в том числе высокопоставленных военных. Их намерены обменять на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах. Высоким остается риск вовлечения в конфликт третьих сил. Сообщается, что как минимум 12 ракет выпущено по Израилю со страты Ливана. Официального подтверждения информации пока не было. Официальные лица Израиля запросили в США ракеты-перехватчики для системы «Про-железный купол» и другие боеприпасы. Пентагон распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосец Джаред Форд и его ударную группу, сообщает американская пресса. Российские СМИ сообщают, что оружие НАТО, переданное Киеву, активно применяется Хамасом. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что борьба будет долгой и сложной. Ситуацию в зоне Палестино-израильского конфликта обсудили на заседании Совбезоон. Общего заявления не было. МИД нашей страны поддерживает связь с белорусами, которые сейчас в Израиле. Также постоянный контакт с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Новой информации о жертвах или серьезно пострадавших не поступало. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки. В Кыргызстане началась активная фаза совместного учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Нашу страну представляют бойцы Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады, командование сил спецоперации, а также офицеры внутренних войск МВД. От всех государств содействовано более 200 единиц техники, в том числе авиация, беспилотные комплексы и армейские катера. Примирение конфликтующих сторон, восстановление нормальной жизни – важная составляющая коллективной безопасности ОДКБ. Совместно с подразделениями МЧС отработают задачи на блокпостах и пунктах приема пострадавших при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении заложников и оказании гуманитарной помощи. Совместное учение, логическое завершение серии учений «Боевое братство». Здесь мы отрабатываем вопросы постконфликтного урегулирования, то есть непосредственно работу коллективно-миротворческих сил. В рамках учения здесь сосредоточены войска более 1300 человек. Имеется определенного рода видовое разнообразие. В этом учении мы впервые задействовали военно-морской флот Российской Федерации. Участники организации имеют более чем 25-летний опыт миротворчества в разных уголках мира. В 22-м силы практически применены в Казахстане. Несколько учений «Боевого братства» на своей территории приняла Беларусь. Наша страна в этом году председательствует ВДКБ. Масштабная важная стройка. В Гродно продолжаются работы по возведению объездной автомобильной дороги. Трасса напрямую свяжет новые микрорайоны на окраинах. Позволит быстро и без пробок добираться из одного конца города в другой. Проект рассчитан на несколько лет. Новым восточным мостом и подъездами к нему горожане уже пользуются. Сейчас работы идут на очередном отрезке в районе улицы Карского. Он небольшой, около двух километров, но и непростой. Несколько уровней. С путепроводами, тоннелем для пешеходов, съездами, перекрестками. Добавляет сложности и то, что через участок не останавливали движение поездов. Ежедневно на объекте труется около 200 специалистов. Мостовики, дорожники, электрики, озеленители. Без выходных некоторые бригады круглосуточно. Идут с опережением графика. Планируется 10 числа устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Производятся работы по укреплению откосов, кюветов, нагорных канав. Также ведутся работы по отсыпке тоннеля над Озерским шоссе. И укрепление пешеходного перехода подземного с отделочными работами. И устройство мостового полотна. В ближайшие дни на объекте также появится освещение. Активнее займутся и благоустройством территории. Ожидается, что полностью движение по новому участку дороги откроют к 25 октября. В домах потеплеет. Сегодня начнут включать батареи в жилищном фонде столицы, а также в Минской и Витебской областях. Температура повысится и в общежитиях, всех учреждениях образования, театрах. Правда, не одномоментно. Пуск может занять до пяти дней. Социальные объекты Минска, детские сады и школы, больницы и поликлиники уже получают тепло. Сезон у них открылся еще в пятницу. Также сегодня топление включат в Бресте, Лицком и Сморгонском районах. Пока в объекты соцсферы. В прошлом году батареи включили на несколько недель раньше, в конце сентября. В этом первый осенний месяц порадовал белорусов летней погодой. Любители крутых виражей и скоростей. Финал чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел под Минском. Турнир принял спорткомплекс «Раубич». За титул боролись 20 пилотов из Беларуси и России. Эффектный старт под мостом лыжероллерной трассы. Затем виражи, в которых цель максимально четко войти в поворот на большой скорости. Этапы соревнований продолжались с мая. Пятый заключительный турнир. Испытание усложнило переменчивая погода. Но на настроение зрителей пилотов это практически не повлияло. Трассы здесь тоже, они имеют свою специфику. Да, они не такие скоростные, но достаточно техничные, имеют бетон. Было ехать очень сложно. Я-то, честно говоря, особо не тренировался. Думал, что 90 баллов у меня уже в кармане. Но когда начало подсыхать, все кардинально поменялось. Такие условия езда становятся абсолютно непредсказуемой. Атмосфера, да, звук. Машины обожаю очень, тем более спортивные. В общем, ну, драйв, адреналин. Увлечение вообще, ну, мы первый сезон, когда вот так в полном составе. Обычно как бы я на какие-то мероприятия такие выбираюсь. Но в этом году уже с детишками свои. Титул чемпиона достал самимечайному Владиславу Шубадерову. На этом зречные заезды не заканчиваются. Впереди у пилотов сезон зимнего дрифта.